Но если говорить о судьбе, бывает тяжелая судьба трех видов. Просто тяжелая бывает жесткая судьба, а бывает жестокая. Я такую градацию сделал для удобства. Да, тяжелая судьба, надо просто... Людям тяжело жить стало. Пришла вот такая судьба, стало тяжело жить. Надо общаться, терпеть, прощать, заботиться. И ты победишь эту судьбу. Жесткая судьба, это когда ты общаешься вместе с человеком, и всегда скандал. Только начал говорить, всегда скандал. И вот жесткая судьба, ее цель какая? Научить тебя самодостаточность. Чтоб ты научился находить счастье, не лезть к близкому человеку, а быть самодостаточным. И тогда пружинка не сжимается, и потом не разлетаются люди, как море кораблей. Чем больше они лезут при жесткой судьбе, тем сильнее в этом. То есть человек должен быть самодостаточным, учиться вот этому. Он должен понимать, что она закончится, эта жесткая судьба. Длядь время и станет легче. Она влияет, судьба, ей не дает общаться. А вы лезете друг к другу. И дальше только хуже становится. Надо научиться быть самодостаточным. Означает, любить друзей, свою работу, молиться. И не зависеть от близкого человека. Есть любовь, а есть зависимость. Любовь это служение, а зависимость это когда ты ждешь служения. Если жесткая судьба действует, то может служить близкому человеку. Но ничего не желать от него. Не строить близкие беседы. Душа спасительная. Просто озаботиться и все. Желать счастья. Жестокая судьба, это и другая судьба. Да, жестокая судьба приходит. Как ее можно распознать? Нарушаются принципы Бога. Предательство, измены. Деспотизм. Избиения там всякие. Когда жестокая судьба, ты уже самодостаточности недостаточно. Ты должен выйти на другой уровень жизни. Должен научиться сильно верить. Тебя ломает судьба. И ты должен научиться не ломаться. Понятно? Даже жестокая судьба действует. Она может на годы чувство собственного достоинства вывести из зоны удачи. Как это выглядит? Первый вариант. Чувство собственного достоинства уходит в прошлое. Называется депрессия. Человек все время думает о прошлом. И он живет уже как во сне, в иллюзии. То есть жизнь его потеряла смысл. У человека депрессия потерял смысл жизни. Чувство собственного достоинства ушло назад. Жизнь в прошлом. Иногда чувство собственного достоинства уходит вперед. И тогда человек живет в будущем. Он суетится. Мечтает. Та жизнь, которая лишает человека покоя и энергии. Допустим, человек едет в машине, думает, скорее приехать домой. Он не живет в машине, он едет. Ждет. Приехал домой, он быстрее садится за телевизор. И надо посмотреть какой-то успешный фильм, где стреляют и не попадают в главный герой. Потом он ждет, когда все закончится. И потом ложится спать. Когда он учится, он говорит, вот выучусь, буду счастливым. Живет в будущем. Выучился. Вот поступлю в институт, буду счастливым. А сейчас пока некогда. Поступил. Это в лучшем случае. Потому что в таком сознании очень сложно поступить. Вот закончится, тогда буду счастливым. Закончу. Вот найду хорошую работу, тогда буду счастливым. Вот выплачу ипотеку. А это мой хороший в Америке уже преклонный возраст. Поэтому всю жизнь он ждет будущего. Живет в будущем. Чувство собственного достоинства такого человека неустойчивое положение имеет. А оно не сконтактирует с удачей. Потому что человек не наполняется. Он куда-то бежит всюду. Его мысли бегут вперед. Нет счастья здесь. Чувство собственного достоинства, когда находится в правильной позиции, человек легко радуется жене, радуется детям. А когда чувство собственного достоинства ушло вперед, ему некогда. Он приходит домой. Он не может включиться с женой в отношении. Он говорит, я занят. Он не занят. У него нет возможности. У него нет сил. С детьми занят. Покушать нормально занят. Поспать нормально занят. В отпуск занят. Все время занят. Так что он делает? Он живет или существует? Жизнь означает радость, любовь. Когда чувство собственного достоинства работает нормально, то человек чувствует счастье в жизни. Он тоже работает, он трудится. Но он при этом любит жизнь. Правильно настроение? Да. Нет. В мечте живет. Вера в будущее. А надо верить во что? Что? Что если человек правильно живет, все делает правильно, значит, удача гарантирована. Что, Богу жалко мужиков, что ли, для вас? Что, вы родились для того, чтобы сдохнуть? Вы родились для счастья. Бог рождает всех людей для счастья. Просто надо... Счастье, это не главное для Бога в вашей жизни, а знание главное. Если человек развивается, правильной дорогой идем, товарищи, тогда в этом случае приходит счастье как награда. Надо не в счастье верить, а в путь. Надо выбрать правильный путь в жизни. Тогда счастье гарантированно. Чувство собственного достоинства может уйти влево у человека, знаете? Левая сторона – это женская сторона. Это нехорошо не для женщин, а для мужчин. Когда у женщин в левую сторону чувство собственного достоинства уходит, женщины начинают плакать, печалиться так, сопельки распускать чуть-чуть. Для женщины это нормально? Нормально. Более-менее. Ну да, можно. Расслабиться. Штирлис лежал пьяный в луже. Отдыхал. Через несколько часов ему выполнять новое правительственное задание. Расслабился чуть-чуть. По вашей методике, видимо, в подвижном положении тела. Все правильно, вы американцы, самая разумная нация. Вы смотрите в корень. Потому что на пятом психическом слое есть три вида блоков. Статический блок, статическое напряжение – это отчаяние, раздражительность, гневливость. Когда зашкаливает, вот этот статический блок, человек не удовлетворен сильно жизнью, то он начинает пить. И лечится это водой. Пьянство лечится водой и статическим упражнением. Когда человек себя зашил, как бы очень сильно напряжен в жизни, блок динамический возник на пятом слое, тогда курение. А если человек счастья не хватает, тогда наркотики. Ну вот в вашем случае правильно сказали – лечение водой. Он как бы… Ему же выполнять новое справительственное задание через несколько часов. Поэтому он лежал в воде. Пьян. А что делать, чтобы блоки и напряжение вообще не образовывались? Это возможно? Для этого надо в правильном сознании находиться. Это чувство, собственно, достоинства должно правильно работать. Надо любить людей, любить природу, любить Бога. Жить и всем служить. Когда приходит плохая судьба, надо ее побеждать сразу. Они печалятся, страдают, там, мучаются. И тогда блоки не будут возникать. Они будут пытаться возникнуть. Судьба заставляет их возникать. Но ты не даешь. И тогда можно долго жить и не болеть. Я вот сейчас стремлюсь так вот. У меня как бы они пытаются, а я это стараюсь, чтобы не было. И всегда слежу за этим, которое здесь вот находится. Куда оно пошло? Здравствуйте, дорогие друзья. Рад вас видеть. Куда пошло? Вниз. Униженность. Вам повезло, что вы попали на лес. Куда пошло? Вверх. Вверх. На самом деле, все сложно. Раньше было лучше. Куда пошло? Назад. А сейчас... Ну, как у нас, по плану лекция идет или нет? Вот, я надо все успеть, конечно. Куда пошло? Вперед. Влево. Жена ушла. Предали меня все. Куда? Влево. Налево. Женская сторона. А вправо? А вправо? Это мужская сторона. Мужчина, когда вправо уходит, это нормально. А женщина, когда плачет, нормально. А мужчина, когда... Нормально. Но когда мужчина плачет, это разрушение личности. Влево у мужчин неблагоприятно в левую сторону, когда достоинство уходит. У женщин неблагоприятно, когда она... Гневается, неблагоприятно для женщин. Вам понравится, если муж так будет в совести? Нет. Нет. Выучай, мальчик. Так нельзя же, мужчине. Должь терпеть. Быть стойким. Так? Итак, чувство собственного достоинства, это то, за чем мы должны следить. Вот как определить, где она у меня? Куда судьба моя повернется? Как будет удача в жизни, успех или нет? Смотри, куда тебя косит. Откуда гордость берется? Откуда гордость берется, моя хорошая? От успеха она берется. Зазвездила человека. Результат гордости какой? Падение. Все теряет то, что имеет. Поэтому не родись красивой, родись счастливой. Девушка вместе с красотой должна скромность иметь. Не надо собой гордиться слишком сильно, а то одна останешься. Униженность как выражается? Тебя тобой пренебрегают все. Унижение? Пренебрегают все тобой. Голова. Ну, то есть люди так тебе с тобой относятся, так тебе не очень. Человек, допустим, эмигрировался, у него чувство собственного достоинства на месте будет или нет? Скорее всего нет. Его испытывает судьба, он в новой ситуации жизни. Он как гадкий утенок. Он не у себя, как бы, не чувствует себя комфортно. Ситуация некомфортная. Но если у человека есть опыт, он потихоньку быстро восстанавливается. Он молится Богу длительное движение. Старается, как бы, пытается статус-кво свой включить. И постепенно он ды-ды-ды-ды-ды-дык, он все уже. Почему он некомфортно? Потому что все его выводит из равновесия. Он не знает людей, темперамент, не знает природу, как работает здесь энергетика. Вот каждая страна, она имеет какое-то испытание для человека. Такое невидимое испытание внутреннее. Допустим, в Грузию, когда люди приезжают, там испытанием является уважение к людям. Надо сильно уважать людей. Ты меня обожаешь? Ты меня обожаешь? Сильно надо. Если ты не уважаешь, то там ты никто просто. Тебя там расплющат. В России надо быть немножко нахрапистым таким. Да. Да. Непонятно, что я говорю? Нет? Нет? Ну, вы сейчас из Америки приедете туда-назад, увидите. Там вас прямо на паспортном контроле встретят. Вы увидите разницу на паспортном контроле прямо. Где так долго была? Не про вас я спросил. Не волнуйтесь. Смешно я, да? В Америке. Сейчас уже не смешно будет. Вы знаете, в чем заключается точка входа? Как раз в том, о чем я читаю лекцию. Зря вам эту тему выбрал. Точкой входа здесь является устойчивость в достоинстве. Америка человека проверяет на чувство собственного достоинства. Он должен выглядеть достойно. Иначе он никто здесь. Нужно вот статус-кво держать при любой ситуации. Понимаете? Это очень важно. Для каждой страны такая важность есть. Вот, допустим, я когда был в Словении, там нужно быть очень вежливым. Вежливость является точкой входа в успешность. Если ты чуть-чуть грубо разговариваешь, чтобы вообще никто даже рядом стоять не был. В каждой стране своя адаптация. Нужно почувствовать менталитет. В Казахстане, допустим, там тоже достоинство, но не как в Америке. В Америке такая позиция спокойная, центральная такая. Это дает разум. Поэтому американцы – это разумная нация. центральная позиция. В Казахстане надо немножко делать крутой вид. Казах без понтов, без понтов и казах. Кто из Казахстана есть? Согласны? Там так надо показывать что-то. А в Китае? А в Китае терпение. Надо быть терпеливым, законопослушным, не выпендриваться, не высовываться, аккуратно себя вести, терпеть. Тогда ты будешь успешным, терпеливым. Каждая нация – свое. В Индии смирение. Намасте. Несмиренность – значит, там тебя не уважают. Вежливость. Правильное поведение в Таиланде. Такое очень вежливо, культурно надо быть. Кто из Таиланда? Кто-то жил из вас? Был? Согласны? Там так вот. А в Эмиратах? Извините. Аллах Акбар. Надо быть смелым в Эмиратах. Это вообще весь Восток. Иран, Ирак. Смелость, храбрость. Если ты трус, там ты никто просто. Там просто… Я не знаю. Евреи стремятся к знанию. Они стремятся к мудрости. Там надпись, когда в аэропорте езжаешь, не умствую, здесь все евреи. Ну и так тоже разные надписи висели в разной приеме. Белоруссия твердость духа. Красиво, красиво. А? Нет, Россия – это… А Белоруссия – это… Молдова. Украина. Украина – доброта. Люди, если ты не по-доброму себя ведешь, они тебя порвут. Надо быть добрым. А в Лидии? А в Молдове? Ну там вот эта зона, Прибалтика, вся эта пунктуальность, аккуратность, такая вежливость. Очень надо аккуратным, быть вежливым. Это Прибалтика. Там по-разному. Чуть Литва, Латвия. Но в каждой стране есть точка входа, мы об этом говорим. И чувство, собственно, достоинства свое надо подстроить под эту точку входа. И даже религия, она все равно очень сильно связана с этой точкой входа. Например, мусульманские страны, они все заточены под храбрость, потому что вера в Аллаха означает Господь велик. То есть они верят в величие Господа, в силу, в храбрость, в достоинство, такую как бы, ну, смелость. Ну то есть это их природа. Христиане верят в страдание, в самопожертвование Бога. Они к этому стремятся. Мусульмане величие, у них другая природа совсем. Поэтому если ты приехал в какую-то страну, тебе надо точку входа понять. Вот здесь точка входа это разумное такое достоинство сильное. Человек должен, не должен выглядеть глупо. Должен быть разумным и достойным. Крепкая позиция внутренняя. Разумная, достойная, крепкая позиция. Као-ао. Фа. Ну то есть такая четкая, ясная позиция, как бы. Особенно в Нью-Йорке это я заметил, там все такие. Да? Видно? Да. Вот, учитесь. тогда адаптация легко, без проблем. Разумное, самодостаточное, вызов-вызов. Я когда прилетел в Нью-Йорк, я после самолета иду сразу в эту баню, там мне нашли СПА, такой комплекс, и там есть бассейн с 5 градусов, ледяная вода. Ну я сразу там очищаю слои все, как обычно, я вам рассказываю. Я прилетел сразу раз в воду, там 5 градусов, надо минут 6-7 стоять, чтобы все 5 слоев очистить. Очень быстро чистка идет. И, ну, люди обычно так окунулись и выходят. Мы встали с Игорьком, стоим. Раз, люди начали обращать внимание. Они такие с вызовом на нас смотрят. А мы стоим. Русско-украинское братство. Горек из-за Львова, я из-за России. У нас не так, как у всех. Обычно во Львове больше всего русских не любят. А в России больше всего не любят западную Украину. А мы с ним любим друг друга. У нас совсем по-другому. У нас интернациональная комьюнити. Вот. Мы встали, стоим. Они начали обращать внимание. Подошли два парня. Говорят, вы чем занимаетесь? Что за метод? Игорь Нач рассказывает, вот мой учитель. Это очищение организма. Сначала в воде настолько стоять, потом в парную. Все четко, ясно должно быть. Они сразу залезли в воду. И простояли столько надо. Потом пошли в парную. Когда мы были набрать Эден Бич, то же самое произошло. Три американцев молодых видели, что мы делаем. Подошли, двое из них не выдержало, а один остался и простоял все время. Да, в ледяной воде. Первый раз зашел и все, и выстоял сразу. Вот так, по грудь. Ну, везде, если 5 градусов, то 6 минут надо стоять. Это в методике все написано, читайте, изучайте. У меня люди учатся этому всему. В Казани, допустим, 65 человек со мной в ледяную воду 7 градусов, зашло, даже дети расставили, потом парную, потом 5 вод, никто не заболел. как заново рождаешься. Вот даже Игорьев, который меня приютил здесь, он тоже со мной пошел в воду. Правильно, ваш муж зовут, Игорь? Да, он пошел в воду, мы по духовным и нам просто общаемся. Он пошел в воду со мной, все сделал, сначала в воде простоял, потом парной, потом в воде, а он там в бане, часто бывает, он говорит, я таких ощущений никогда не испытывал, он все правильно сделал, прям как заново родился. Это дает силу тоже человеку все эти вещи. В Сан-Франциско со мной 5 человек бегало вместе, некоторые 1 раз 17 человек пробежали, потом пошли все вместе, 10 человек там или больше, кто приехал, пошли, один индус был, который не знал русского, у него жена русская просто. И он пришел к нам, побегал с нами и полез ледяной водой, 9 градусов. И все мы там простояли, сколько надо, потом вышли, и как заново рождается человек, очень хорошо себя чувствует. Достоинство крепнет от природы, когда ты с ней взаимодействуешь. Например, достоинство разрушает обида, когда человек обижен, он теряет себя. Бывает обида не просто так ее убрать, потому что жестокая судьба, она человека изнутри калечит, рубцы делает психические. Ледяная вода убирает обиду, она из сердца просто выжигает обиду. Ледяная вода, если научишься в ней стоять, то обида, гнев уходит. Вы на меня с вопросом смотрите, не бойтесь, гормональные функции не страдают. Даже я узнал в Калифорнии, что там модно, в ледяной воде как бы сейчас модно, потому что, говорят, даже тестостерон повышают, там и все, люди сидят в специальной воде, все учатся. Ну, что? Деми саморуссосом не станешь, тонкий голос не будет, не волнуйтесь. Скажите, о домашних условиях можно? Можно, но в ванной это, что зависит от того, сколько у тебя ванна, там ниже, чем есть, не будет. Можно лежать в ванне, да? Или просто ноги опустились? Нет, надо полностью по грудь. А процедура какая-то ради, когда ты заходишь при минус 145 цельсия, три минуты, скажешь? Да, вот то же самое. Там, похоже, пять слоев и прочищают за три минуты. Но это не вода? Это другая чистка, это есть чистка водой, чистка воздуха, может быть, тоже посильнее. Но это другая тема лекции. У вас по вот этой теме есть вопросы? Вам интересно было про чувство, собственно, достоинства узнать? Когда человек не чувствует себя достойным, что надо делать? Надо понять, что я сделал не так. И сделать все так. И тогда ты опять будешь чувствовать себя достойным. Это называется жизнь по совести. Не надо бояться и сразу хитрить, делать из себя крутого. а надо сделать все так. Это называется раскаяние. Не надо бояться этого. Не надо, человек не должен быть плохим. Вот человек, который сделал что-то плохое, он плохой или нет? Нет. Мы надо сделать правильно, и он станет хорошим. Человек не должен себя считать плохим. Что такое раскаяние? Встаете к стенке, бьетесь головой в стенку вот так вот. Говорите, я сволочь, я плохой. Это раскаяние? Нет. Один раз сказал, что я плохой, десять раз сделал что-то хорошее. А не десять раз сказал, что я плохой, и один раз сделал что-то хорошее. Раскаяние это не самоуничтожение, не самоуничтожение. Раскаяние это процесс осознания, как надо и как не надо. Один раз сказал неправильно, делай правильно теперь, действуй, не считай себя плохим, не надо считать себя плохим. Смирение это не означает всегда себя плохим. Смирение означает правильно себя оценивать, знать свои недостатки, достоинства, и всегда все заслуги отдавать Богу. Смирение не означает, что ты вот некоторые думают как бы вот они ходят такие простите меня, простите это ложное смирение. Они играют. Настоящее смирение это когда человек не считает себя выше других. Он видит достоинства других, а в себе замечает недостатки и работает с ними. Но замечать себе недостатки не означает себя считать плохим. человек который считает плохим никогда не будет успешным. Потому что он будет выглядеть очень слабо. Никто не будет любить. Может возвышенный человек святой считая себя плохим быть популярным ученики что у него были. Нет? Он должен быть убежденным. Он должен считать что он правильно действует. Его достоинство должно быть твердую позицию сильную. Когда будет успех. У девушки когда у нее сильная позиция достоинства что у нее просыпается? Что? Красота. У парня что просыпается? влияние сила способность побеждать достигать цели достоинства так работают. Поэтому надо быть достойным учиться. Не надо позволять себе в депрессии жить в суете в унижении в гордости плаксивости и гривнивости. Надо чувствовать Бога всегда природу добрых людей это три опоры достоинства. Когда человек чувствует природу он становится жизнерадостным.